Боже, выглянуло солнышко. Это я тут оказался неспроста, как видно. На лесной дороге впущу. Пришлось менять камеру. Хороший сегодня день, тёплый. 8 градусов, 10 градусов. Наверное, 8. Но очень сильная дымка. Какое-то мутное немного небо. И на этом небе немного мутное солнце. Вот оно выгляло. Ну что это такое? Безобразие. Вроде как даже и туч нет. Дымка. Просто дымка. Утромочек, 12-й. Это я приблизительно на полдороги впущу. От окружной дороги. Ясно измерять. От того места на окружной дороге, где я въезжаю. Собственно, в лесной дорогах. На самом деле, окружная дорога гораздо ближе. Я сегодня удачно оделся. В тени прохлада, на самом деле. Но если переусердствовать, перестраховаться с одеждой, то в открытом пространстве не хотел сказать на солнце, нет. Непонятно на чем. Будет жарко, действительно. Все много велосипедистов. Я стал жертвой собственного азарта. Прицепился к хвосту какого-то велосипедиста. Хотел его обогнать, а он не стал даваться. Я обратил внимание, что у меня мотор. Но у меня же тоже мотор. В принципе, если у меня не было мотора, я бы его обогнал. Потому что очень тяжелая батарея, на самом деле. Велосипед не так маневренный. А здесь главная маневренность. На таких дорогах я был на той стороне. Там дорога вьется. А то я сюда выехал, чтобы меньше было. Меньше публики у меня проезжало. Короче, кончилось тем, что на половине дороги у меня просто разорвало камеру заднего колеса. Я ее не проколол. У меня не отклеился сосок. Просто камера лопнула. Бдишь! И это место представляет собой небольшой разрез. 5 миллиметров приблизительно. Почти ровный. Ну, чуть-чуть. Изогнутый. Ты надо было мне гоняться. Ну, вот зачем? Зачем? Разумное существо ты, Володя? Зачем тебе гоняться? Это крабы. Это крабы. Здесь дубы есть канадские. Много. В первую очередь ели. Точнее, сосны и дубы обращают на себя внимание. И все равно погнал. Где-то там у Сеноки есть римская поговорка в нравственных письмах Луцилю, кажется. Даже конь бежит быстрее. Или там лошадь. Даже лошадь бежит быстрее, если с ней бежит другая лошадь. Так вот мы устроены. Разумные существа. Инстинкт у нас совсем как у коней или у лошадей. Разницы нет. Ну, кипочки. Поэтому, когда мы соберемся большой толпой, мы такое можем совершить. Вот в чем феномен толпы? И за одним пойдут тысячи. Черт знает, что там наломают. Нам даже искусственный интеллект не поможет. Не поможет. Коготки такие. Выпустили коготки. Веточки. Вроде хорошо искусственный интеллект. Все будет принимать взвешенное разумное решение. А если их два будет искусственных интеллекта? Два! Достаточно всего лишь двух интеллектов, чтобы с ним произошло то, что произошло сейчас со мной. И начнется у кого лучше и кто сильнее. И все, мы погибли. мы погибли. Если он каким-то образом отпачкуется, этот искусственный интеллект, породит что-то себе подобное, все конец. Они про нас забудут, эти интеллекты, они будут гоняться, соревноваться друг с другом, ничего больше не будут видеть. А, красиво. Все. Буду переворачивать вел. Я не люблю, конечно, выезжать на прогулки, на моторе, но я тут его починил в днях, заменил редуктор в нем и решил, как он немного проехаться на нем и зря. Так, подъезжаем к озеру. Сегодня понедельник. немного немного. Здесь рыбак. Может, таки нет. это любитель здорового образа жизни у нее чудесный велосипед харьковского выгодностроительного завода мужская прелесть а где тут вообще исключительно тепло что для его как раз увлечение довольно правильно я имею ввиду купания так как-то в таком освещении все как-то мутно сегодня вот вода блестит красиво мутное солнце и мутное небо хрюкают утки точно хрюкают будем пить чай здесь ленивый сегодня день я вот что заметил из этой беседки наш мега-бобр мега-гига-бобр гига-бобр терра-бобр и тут напроказничал эту подгрыз на эту завалил и в чем грыз туристу страшно ночевать в этих местах я бы не рискну и тут обгрыз гига-гига-бобр терра-бобр размером в беседку такой вот приблизительно бобр когда он бьет хвостом волна плещет на берег не вот сюда вот на нижний берег вон туда волна заходит лохнацкий бобр лохнацкий бобр еще пока не появились свидетели рассказывающие как он ночью тут всплывал как появилась его голова всплывал с пучины наводя ужас на всех все собаки выли пуще водиться в этот момент предчувствую в предчувствии чего-то нехорошего аисты летят привет парочка низко летят это их крик сигнал пора снижаться где-то здесь они решили поселиться потомство вывести лохнацкий мега-бобр терра-бобр будем следить за этой историей внимательно сейчас пойдем следуем берега лохнесса как мы это делали один раз зимой что-то ночью учудил скоро ему будет приписывать все пропавших собак кошек и даже опустошенные склады с припасами ты погреба все это его рук дело чудовищного терра-бобра ну хрюкните уже как следует воркует что-то там да вот ну пожалуйста далеко ходить не надо самую большую иву самую большую наверное тут в округе он решил одобродетельствовать есть такое слово одобродетельствовать карандаши мне понадобилось затачивать вот это мы зимой видели сколько тут еды да для терра-бобра это мы тоже видели еще зимой скамеечка пропала это что ее разобрали на дрова негодники тут пропала скамеечка один только столбик остался так 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 как это еще помимо и и так и и и и а тут у нас запустение а тут у нас запустим Пойдем в парк Тут поблизости Пойдем в парк Пойдем в парк Продолжение следует... 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 на тот берег посмотрю что-то самой корни налетел почти невероятно что сосна еще не упала так мегабобр и здесь успел поработать молодец то ж надо отщипывать прямо такие щепки это он тренируется потом будет гриспитон и сталь это вот ольха или что это за дерево по-моему ольха это уже старая мертва на ней висят павшие сорванные ветром веточки сосны но я знаю что здесь много ольхи в этих местах крупной древовидной альхи похоже что другое место лопать что непонятно он так чуть-чуть поточил зубки перед завтраком здесь это ему не понравилось потом он поточил здесь и спят ладно садитесь на свой насест я ухожу так вон еще там нашкодил придется вас побеспокоить инспекция извините это что ли он тут грыз но это не это зимой но это зимой он пришел проведал поточил чуть-чуть зубки молодец дуб собрасывали природа еще не знала такого такого универсального бобра можно назвать его универсальный бобра можно мега бобра универсальный бобра ему все равно что в жизнь а вон там еще есть боже боже сколько он нагеройствовал-то зачем привязали веточки его отпугивать он придет и запах хвоя его охладит немного так надо понимать вот как вот зачем это сделано то обхитрить хотят бобра я не думаю что удастся обхитрить а не думаю это посмотрю и тут веточки привязали скотчем ну здесь как-то накинули просто тут как-то и скотч-то не чувствуется это что ж такое за работа такая формальная короче теперь у озеленителя этого парка появилась головная боль они теперь узнали что такое головная боль до этого у них были проблемы конечно вот кстати до этого у них были проблемы они считали их такими большими но они ошибались они не знали еще проблем а вот когда у нас появился появился наш универсальный бобр они поняли что такое проблемы молодец боже надо отметить его в приказе по бобриному царству это тоже обвязано смолой какой-то пахучей что вам там не выдают финансов на банку какого-то дегтя в несчастном лесном хозяйстве вашем смолой надо чтобы бобр уже никогда больше не ползал к этому дереву еще тут 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 молодец вон там вот что даже остругал и даже подвал подводная часть обгрыз Вот тут ему понравилось Вот это вот ему действительно понравилось Неожиданно Сел аккумулятор в камере, заменил Я разобрался Вот это дуб Настоящий дуб Можно убедиться Что это дуб Видно Типичный дубовый листочек Так что он валит здесь Все, буквально все И грызет все Вон он погрыз Он действительно универсальный бобр Дуб Никаких сомнений Прыедем чуть дальше О боже Это просто какое-то Куликовское побоище Здесь что-то сосну валит О боже Это тоже дуб Все сбежали Зелеными веточками Ага Веточки Я чувствую оселенители Из друзей природы Скоро превратятся В ее врагов Они так возненавидят Бобра этого Так они его Возненавидят Что будут Желать ему Самого страшного Самого страшного Боже, какой молодец О боже Садился веточку И здесь дубр все Ага И тут Здравствуйте И тут бовар погрыз Да? Это его работа Да? А он большой Вы не здешние, нет? Нет, мы не видели его Самый его мы не бачили Про него не ходят Никаких слухов Он столько здесь натворил Я смотрю А вдруг один Ясно Так это уже худком прикрыли Тут тоже Есть следы Сейчас туда проедем Я, конечно, понимаю Что у них там Целая шайка Но ведь В этой шайке Есть какой-то Самый большой Самый авторитетный Бобр Глава шайки Глава Я вспомнил Есть такой Американский фильм Я его не досмотрел Тарантино Джанго Unchained Джанго Unchained Я не знаю Как он в нашем прокате Выходил Под каким именем Ну Буквально Раскованный Можно сказать Так Сорвавшийся С цепи Сорвавшийся С цепи О боже Это Кино Которое я сейчас снимаю Можно назвать Бивер Бивер Unchained Бивер Unchained Молодцы А тут Что тут Вот так Мелкие Мелкие укусы Мелкие погрызы Ничего существенного Ничего существенного Вот так вот Одну веточку Тут Чуть-чуть погрызли Полушек один Заточили Все-таки Хотя природу легко Обидеть Конечно Что человек Демонстрирует Каждый день Ежесекундно Но все-таки Какая в ней Внутренняя сила Боже Какая внутренняя сила Вот только в этой селе Есть какое-то Спасение Только в ней Есть надежда На то, что природа Уцелеет А тут уже Обвязали Мешком Синтетическим Загодя Не дожидаясь Пока прогрызет Бивер Unchained Стоило людям Отвлечься Как сразу же Пространство Начало заполняться Животными С какой Энергией С какой Неутомимой Энергией Вот она Сила жизни Сила жизни Это даже Не любовь к жизни В этом нет Ничего Что можно было бы Назвать Любовью В привычном смысле Айс-то кружит Наверное Те же Это просто Воля Жизни Сырая сила Ее Сырая Неукротимая Сила Красиво Красиво Вот ореха Шишечки Поедем Чудесное Конечно Место Жаль Что вот Этому всему Не дан Статус Парка Настоящего Так Сну Отдыха Жаль Ну Так уж Повелось Поедем С этого Побоище Ну Как-то я Разгулялся Приятно Раздышался Даже И как-то И дымки уже Немного Нет Дымка Есть Но Поменьше А здесь Настоящий Дым Пахнет Гарью Сженой Резиной Видно Как Затянуло Дымом Все Кругом Узнал Я Одного Господина Сидел На скамейке Наел Бутерброд Видно Местный Житель Был Узнал Я У него О Бобрах Он Видел Одного Маленького Молодого Бобра Который Проплывал Прямо Под мостом Вот здесь Спокойно Проплывал В этом Году Я спросил Помнит ли Он Нашествие Бобровое По прошлым Годам Нет Говорит Такого Никогда Не было Хотя Говорит Я не Случаю Что бобры Были Но Как-то Они Были Скрытные Скрытно Себели И Немного Так что Мы Еще Можем Здесь Живым Бобром Познакомиться Теперь Это Уже Далеко Не Фантастическая Цель Раз Они Так Открыто Себя Спокойно Ведут То И Мы Можем Встретить Я Представляю Что Сейчас Творится На Острое Муромес На Бобровне Боже Если Конечно Их Там Никто Не Обижает Но Будем Надеяться Что Никто Их Там Не Обижает Там Солдатики Стоят Вот Сейчас О Вот Он Нагрыз Да Делутки Сидят Сейчас Немножко Проедем Это Бобровня Ой Это У нас Не Бобровня А Речка Катурка Речка Катурка А Здесь Тоже Солдатики Да Спустился На Берег Будет Как-то Тихо Нет Есть Небольшие Следы Конечно Свежие Следы Этого Года Там Видно Следы Ну Все Вроде Накатался Идем Домой Этим Лесом Приезжали Солдатики Солдат Продолжение следует...